На мой взгляд, сегодня вы видели достойного министра финансов Вадима Ярошенко, который готов занять этот пост хоть сегодня. Есть кандидаты получше, есть похуже, но ясно одно точно. Никто нам не даст долго сидеть в оппозиции, поэтому свои силы мы рассчитываем тщательно. По неофициальной информации, пост министра благосостояния мог бы занять ныне депутат Сейма Андрей Клементьев. Образды правления в Министерстве земледелия взял бы на себя Янис Горбовскис. Все идеи, прозвучавшие на Конгрессе, члены партии обещали воплотить в единую программу, с которой они уже весной пойдут на выборы в самоуправление, а затем и в Европарламент, и в 10-й Сейм. К слову, к выборам в Рижскую Думу в Центре Согласия уже подготовились, и от партии Народного Согласия выдвинули на пост мэра Риги Нила Ушакова. Выборы, которые произойдут весной следующего года, это не только выборы в самоуправлении. Это, по сути, уникальная возможность сейчас, учитывая весь тот кризис и в политике, и в экономике, и во всей стране, принести в страну социал-демократические ценности. То есть принести ценности, которые основаны на том, что нужно помогать, государство должно помогать тем, кто не может в данный момент полноценно помочь себе сам. Это пенсионеры, это инвалиды, это безработные. Однако уже в начале декабря пройдет Конгресс еще одной входящей в состав Центра Согласия партии, нового центра. На нем обещают выдвинуть на пост мэра своего кандидата Сергея Долгополова. По неофициальной информации, соперничать два кандидата от одного объединения не будут. В нашем объединении, как я уже говорил, очень много достойных кандидатов, которые могут занимать многие должности в стране, и министерские, и мэрские, и другие. И поэтому у нас здоровый процесс, здоровый отбор, что только идет на пользу всему объединению. С особо яркой речью на Конгрессе выступил экс-министр МВД Янис Адамсонс. По его словам, Латвия сегодня мало чем отличается от Советской Республики 1937 года, когда за анекдот можно было попасть в тюрьму. Мы живем в полумафиозном государстве, где, к сожалению, очень важные решения, которые затрагивают жители всего государства, зачастую принимаются не там, где они должны быть приняты, не в парламенте, не в правительстве, а где-то в укромных уголках, в зоопарках и так далее. Наша государство уже давно заждало смену политического курса, потому что, независимо от того, был бы сейчас мировой кризис или нет, политик, который проводили правые партии в течение последних 18 лет, она, в принципе, страну довела до краха. Субтитры создавал DimaTorzok